Добрый вечер дорогие друзья, передача новости Кавказа продолжает свою работу, с вами я Геллава Садзе. Ну что ж, давайте посмотрим, где у нас случилось. А случилось у нас очередное заседание суда против Михаила Саакашвили, которого обвиняют в коррупции. Я понимаю, что само по себе обвинение Михаила Саакашвили в коррупции звучит дико, абсолютно. Но ничего, наши власти нашли лазейку, посмотрели траты из фонда госохраны, ну это государственный фонд, которым распоряжается президент, и решили, что вот, пожалуйста, вот Саакашвили тоже воровал. Естественное выступление Михаила Саакашвили, мы уже должны привыкнуть к этому, превратилось в обвинительную речь. Но все-таки, в чем обвиняют Михаила Саакашвили, это всегда, это очень важный вопрос, потому что людям, которые не находятся в Грузии, да и тем, которые находятся в Грузии, наверняка, это должно быть интересно. Например, вот обвинение. Грузия оплатила чиновникам из стран Океании отдых в Таиланде. Что на это сказал Михаил Саакашвили? Да, мы были в Таиланде. Это был очень сложный период, когда Россия получала признание из Науру и Вануату. Насколько я знаю, признание со стороны Тувалу им обошлось в миллион долларов. Деньги в Черемиадане передали премьер-министру, который приехал из Нью-Йорка в Сочи, а затем его перевезли в Сокуми. В этой ситуации нам помогло правительство Австралии. Они сказали нам, повезите их куда-нибудь, несколько премьер-министров, министров, поговорите с ними. Ну, в неформальной обстановке. Это будет для вас хорошо. Мы выбрали Таиланд, привезли этих людей и всем подарили очень дорогостоящие подарки. У меня не было денег, чтобы оплатить это из личного кармана. Это были деньги грузинского государства, чтобы не произошла легитимация, оккупация Абхазии и Южной Осетии. Конец цитаты. Я думаю, все понятно, и комментарий здесь излишний. Была еще одна сказка про то, что президенту делали ботокс и оплатили эту операцию. Ну, вот вам сказка про ботокс. Что касается легендарного ботокса, то это абсолютно ложь. Пошлите в клиники, где те документы, о которых вы говорите. И вы получите подтверждение, была ли это косметическая операция или обычное лечение кожи. Это заболевание, которое у меня развилось после 2008 года на нервной почве, как говорят врачи. Никак Ипшиза, это личный врач Саакашвили, хорошо знает это. Конец цитаты. Тоже, думаю, понятно. Отдельно про Сандру Рулуф Саакашвили, это жена президента, теперь же бывшая. И Эдуарда Саакашвили, сына президента. Что касается жены президента Сандры, он сказал, что здесь очень много расходов, которые тратились на фунт Сандры Рулуф. И, может быть, вы, говорит, захотите ее посадить рядом со мной на скамью заключенную, давайте не будем забывать, что Сандра принесла в страну грантов на 100 миллионов евро. Благодаря ее программе скрининга онкологического заболевания смертность от рака в Груде в Грузии сократилась в 4 раза. Именно Сандра создала систему здравоохранения в грузинских тюрьмах, которой вообще не было. Конец цитаты. Ну, я думаю, все понятно тут. То есть обвинение в том, что там что-то тратилось на себя, да не на себя это тратилось. Это тратилось, опять-таки, на Грузию. Дальше поехали. По поводу обучения Эдуарда Саакашвили в США, кстати, Эдуард стал лучшим студентом за все время существования университета. Честно говоря, я не помню сейчас этот университет, но один из ведущих университетов. Но за время пребывания во власти Михаила Саакашвили из президентского фонда на обучение студентов было потрачено 6,3 миллиона лари. Только, пожалуйста, не делите на три. Не думайте, что это вот те лари, которые сейчас у нас существуют. Около 5 миллионов долларов. Эдуард Саакашвили действительно был талантливым студентом. Почему он не должен был попасть туда. И самое тяжелое для меня, что я услышал, в принципе, я это знал, понимал. Но я не знал детали по поводу того, что Саакашвили встречался с Кахой Бендукидзе за два дня до его смерти в Брюсселе. И тот действительно, там у него была операция на сердце, но он очень сильно переживал. Против Кахой Бендукидзе тоже возбудили они уголовное дело. Он все свои деньги вложил в университет. И вот по этому университету возбудили уголовное дело, что, мол, он их свои же деньги в своем же университете он как-то неправильно потратил. И вплоть до того, что там ему передавали, что, мол, посадим в маленькую камеру, чтобы это не поместилось, посадим на диету и так далее. В общем, всякие гадости. Да, Каха Бендукидзе очень нервничал. Да, Каха Бендукидзе был... Я понимаю его состояние. Человек, который столько сделал для страны. Человек, который потерял все ради этой страны. И в итоге вот такое отношение. Ну, через два дня после этой встречи в Брюсселе, Каха Бендукидзе не стало. Он умер в Лондоне от сердечного приступа. Сегодня я еще посмотрел одно очень интересное интервью. Интервью... Там не написано какого года. Это, ну, я думаю, что, так сказать, 2009 год. Нет. 2007 год, я думаю. Это интервью 2007 года. Так, интервью с Эдуардом Шеварнадзе. Оно получасовое. Я дам ссылку на грузинском языке. Но кому интересно, я дам ссылку в описании ролика. Пожалуйста, посмотрите. Очень интересное интервью. Там очень много он говорит. Но из того, что особенно мне понравилось. И из того, что я, мимо чего, я не смог пройти. Так я смотрю и читаю кучу вещей. Я же не рассказываю обо всем этом в новостях Кавказа. Но, во-первых, Шеварнадзе сказал, обращаясь к Саакашвили и... Знаете, может быть, даже это и 2005 года интервью. Потому что он не говорит о том, что зурабожевания уже нет в живых. Да, наверное, это 2005 года интервью. Так вот он сказал о том, что демократия это лекарство для любого правителя. Он обратился к Саакашвили и к зурабожеваниям. Дальше он там говорит о том, что так или иначе ребята справляются. То есть он имеет в виду Мишу и Зураба. Много, я же говорю, там интересных вещей из истории Грузии. Но из того, что он сказал, особенно интересного, я имею в виду по внешней политике. Во-первых, он сказал, что он не представляет будущее Европы без Украины. Как раз в 2004 году приняли в НАТО Болгарию и Румынию. Он сказал, что, ну, конечно же, должны были принять ее в Украину. Огромная страна с огромными ресурсами. И, в общем-то, страна, которая не представляет. Представить себе Европу без Украины невозможно. Но точно так же он сказал, что он не представляет Европу без Грузии и без Азербайджана. Мы, естественно, граница Европы. И он вспомнил про план Грачева, который был в 1993 году. Как раз во время наступления так называемых Абхазских сил. На самом деле, это были российские силы, которые нарушили, грубо нарушили перемирие. Он был в Москве, был там переговоры. И был показан план Грачева. Карта, которая в Грузии была поделена пополам. Кстати, я когда об этом сказал, в одной из моих передач начали писать, что, мол, это неправда, это все ложь, что хотели... Кстати, наши, наши же, я имею в виду, наши граждане. Ну, вот, пожалуйста, Шевернадзе. Просто это интервью я не видел, я думаю, многие не видели. Я еще раз говорю, посмотрите его, оно очень интересное. Так вот, и он понял, что с Российской Федерацией договориться нельзя. Честно говоря, я был уверен, что он обратился к Западу. То, что сказал Шевернадзе, меня особенно поразило, и вы поймете, почему. Он обратился тогда, когда начал думать, что делать, а к тому времени уже наступление пошли российские войска. Еще раз говорю, российские прокси, которые взяли Сухуми, учинили там резню, взяли Гали и уже перешли через административную границу Абхазии, взяли Зугдиди, взяли Сынаки. И как только он прилетел, ему сообщили, что заняли Поти. То есть фактически Западную Грузию занимали полностью. И тогда он позвонил Леониду Кравчуку, он сказал о том, что я не был знаком с Кравчуком близко. Да, он был знаком, конечно, но не был близко, знаком с Кравчуком. И говорит, мы дружили давно. А с Кравчуком нет. Но я позвонил, говорит, Кравчуку, напомнил ему всю историю взаимоотношений украинского и грузинского народа. Я сказал, что вот сейчас наступает момент истины для наших народов. Вы просто должны нам помочь. Мы очень вас просим. Ну, Кравчук развел руками и сказал, а что я могу сделать? Позвоните Ельцину, договориться с Ельцином. Нет, говорит, Ельцин не хочет меня слушать. И он просто попросил у Кравчука прислать флот. И флот пришел. Флот пришел, и как только увидели флот, российские прокси, они ушли из Поти. И потом практически со всей территории Грузии, кроме, конечно же, уже тогда оккупированной, я считаю, Абхазии. Хотя формально этого не было. После этого Шевернадзе еще раз попросил, позвонил ему, сказал спасибо и попросил разрешение в мемуарах своих. Не сейчас, ну, сейчас нельзя, но в мемуарах об этом рассказать. Он рассказал, и, честно говоря, я очень рад, что сегодня я могу об этом рассказать вам. Это о чем? Это пример того, что на самом-то деле вот эта связь Украины и Грузии, она началась не вчера. Она началась даже не в 93-м году, она началась. И даже не в 92-м году, когда ребята с Украины воевали и погибали в Абхазии за свободу Грузии. Она началась гораздо раньше. Я, кстати, не знал, что часть фресок в лавре расписана грузинскими живописцами. Так что я думаю, что просто моральные обязательства, которые каждый гражданин Грузии несет перед страной, которая называется Украина, они очевидны. Марьяна Притяжнюк, украинский журналист, задала мне вопросы по поводу саммита Восточного празднования. Какие ожидания, учитывая новый формат ассоциативного трио Грузия, Молдавия, Украина. И в этом контексте межпарламентская ассамблея между странами, которая была создана в 2018 году, и так и не стала эффективным инструментом. Ассоциативное трио, какое нас ждет будущее и чем наполнить формат. Ну что вам сказать, что я ответил. Саммит Восточного партнерства по своей сути мероприятие, завершающее 12-летний этап формата отношений Евросоюза со своими ближайшими соседями на Востоке. У этого формата действительно очень много изменений, да и ситуация за эти 12 лет изменилась кардинально практически во всех странах Восточного партнерства. Что касается Грузии, конечно, мы ожидаем от Брюсселя больших усилий по продвижению демократических институтов в нашей стране. На этом поле Брюссель может сегодня опереться на развитое, в том числе и благодаря Евросоюзу, гражданскому обществу Грузии и независимой СМИ. Мы находимся в важнейшей точке вифуркации, когда имитации демократии явно недостаточно. В грузинском обществе появился устойчивый спрос и запрос даже на демократию. Но без поддержки извне мы не сможем удовлетворить этот запрос в ближайшее время, в обозримом будущем. А это необходимо. Сегодня, когда многие говорят о мировом кризисе либеральной демократии, Грузия действительно способна стать успешным кейсом. И думаю, что это будет важно не только для Грузии. В Украине и Молдове проблем с демократией поменьше, но их и там хватает, в принципе. Поэтому в данном случае важна синхронизация усилий. И это только один из элементов наполнения формата ассоциированного треба. Два других элемента это безопасность и экономика. Они не менее важны. Про безопасность, думаю, все понятно. Если ЕС хочет видеть на своих границах не серые зоны хаоса, которые инспирижены Кремлем, а стабильное государство-партнеры, Брюсселю надо объяснить Москве, что Молдова, Украина и Грузия не чужие страны для Евросоюза. И любые действия против этих стран будут рассматриваться как враждебные действия против Европейского Союза. Ну а что касается экономики, я думаю, тут крайне интересен проект «Глобальные ворота», ну такой мега-проект, который анонсировала сегодня Урсула фон дер Леен. Тут, как и везде, важны детали, конечно же, особенно в плане менеджмента проекта. Я вот вчера про это говорил, но в общем проблем хватает, но зато хватает и дел, зато хватает и вопросов, и кейсов, которые нужно решать. Поэтому определенный оптимизм у меня есть. Следующая тема, это тема, которая часто звучит у меня на канале, тема транспортного коридора, транспортной коммуникации через Мегри. И Рауфа Руджев, который всегда задает очень интересные вопросы, задал мне вопрос о том, а заинтересована ли Россия в том, чтобы этот коридор открылся. Ну, давайте договоримся о базовой вещи. Любые транспортные маршруты, коридоры, это сначала про политику и безопасность, и только после этого, потом уже про экономику. С экономической точки зрения, маршрут через Мегри, это, конечно, не единственный маршрут, связывающий Азербайджан с Турцией. И, конечно, один из огромного количества маршрутов, связывающих глобальную азиатскую фабрику с глобальным европейским рынком. Конечно, испокон веков, каждая страна была заинтересована в том, чтобы торговые маршруты проходили через Нию. И это тоже не про экономику, и не только, вернее, про экономику, но и про безопасность. Создание транспортного хаба Джульфа Мегри, который связал бы два очень интересных с логистической точки зрения коридора Восток-Запад и Север-Юг, было бы настоящим логистическим прорывом для региона. В этом хабе могли бы быть задействованы все страны региона, и вот вам настоящие 3 плюс 3, они надуманы какой-то формат. Но тогда возникает вопрос, почему этого нет? Ответ, в принципе, достаточно прост. И я его, в принципе, уже озвучил вначале. Транспортный коридор – это, прежде всего, про политику и безопасность, а потом уже про экономику. Для Азербайджана оформление коридора вот этого – это важный символический акт подтверждения своей победы в военной кампании 2020 года. И именно для этого, для Армении это неприемлемо. Россия вроде как выгодна иметь сухопутный путь в Турцию, да еще и находящийся под ее контролем. Но на самом деле это непринципиально. С точки зрения экономики, основные грузы на Турцию все равно будут идти через Парденово-Российский Даганру. Поэтому тут тоже чистая политика. А политически Российская Федерация не против данного коридора. Но на сегодняшний день пользуются позиции Армении, используют данный кейс для менеджмента конфликта. И для получения наиболее благоприятной конфигурации конфликта, которая компенсирует потери Российской Федерации после изменения статус-кво в 2020 году. Таким образом, позиция Москвы совпадает с позицией Азербайджана в части открытия коридора. И совпадает с позицией Армении в части затягивания открытия коридора. Ну, неправда, идеальный по средних кавычках. Согласитесь? Достаточно. Мы тут еще увидим очень много интересного и очень много прикольного, я думаю. Следующая новость. Вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе выступления в рамках Второго Евразийского Конгресса заявил, что интеграция в ЕС будет неполноценной, неполной, без увеличения доли нацвалют в торговле. Ну, если говорить простыми словами, Герр Григорян имеет в виду вот что. Армения платит за свои, за товары в Россию, прежде всего в Россию, потому что с Россией главный оборот, значит, товарооборот ЕС. Своими драмами и, значит, получает рубли. Понятно, что это позиция примерно понятная у Григоряна. Ликвидировать платежный дисбаланс и дисбаланс в торговле. Конечно, не полностью, но в какой-то степени. Ну, это мне напоминает примерно разговоры о том, что иногда, даже очень часто, Эрдоган, Путин, Путин даже с Цзиньпином разговаривали о том, что может нам отказаться от доллара, может нам перейти на другие валюты. Ребят, не получается. Например, если мы возьмем, вот были разговоры о том, что может быть перейти на национальные валюты в расчетах между Турцией и Россией. Почему Россия, в принципе, против? А я вам объясню, почему. Все очень просто. Несмотря на то, что Турция поставляет в Россию большую номенклатуру товаров, основном народного потребления и так далее, дисбаланс есть в сторону российского экспорта. Это энергоресурсы, это металл, это сырье, скажем так. Сырье или изделия, так скажем так, тяжелой промышленности. Конечно, для Анкары очень выгодно. Если за все это она будет платить лирами, и, соответственно, значит, Москва будет на всю эту сумму покупать товары из Турции. Вот в Москве это не выгодно. Поэтому самые активные сторонники, чтобы доллара не стало, я имею в виду Российская Федерация, отказываются. Оно и понятно. А с Китаем противоположная ситуация. Ну, абсолютно Китаю неинтересно закупать за рубли столько же, сколько они экспортируют в Россию. Поэтому Пекину это неинтересно. Ну, вот примерно вот такая вот у нас ситуация. Ну, и раз уж мы заговорили о финансах в Турции, произошла отставка министра финансов. Ушел Людфи Эльван. Понятно было, что он уйдет. Понятно было, потому что, ну, ситуация действительно слира и последние дни ужасны. Но телеграм-канал «Повестка дня Турции» очень интересную фотографию разместил, когда Эльван после пламенной речи Эрдогана перед членами партии, в общем-то, был единственный, который не аплодировал. То есть уже тогда назревал конфликт. И в тот же день появились слухи о скорой отставке Эльвана. Но факт остается фактом. Понятно, что в такой ситуации, да, министр финансов уходит в отставку. Это вполне понятно и очевидно. И про этот день в истории. В этот день, ну, самое главное события о святим, они тоже очень интересные. В этот день состоялась коронация Наполеона. И не где-нибудь, а в соборе Парижской Богоматери. И вообще, скажу так, что этот день был очень удачливый, удачливый для Наполеона, потому что в тот же день, в 1805 году он нанес, в 1804 году его короновали, а в 1805 году он нанес поражение русским австралицам под австралицем. Солнце австралица – это известное выражение, как это означает пик, в общем-то. Пик могущества наполеоновской державы. В этот же день, в 1823 году президент США Джеймс Монро в обращении к Конгрессу озвучил свою доктрину. Там была какая доктрина? Там была доктрина по поводу того, что, мол, ребята, вот восточном полушарии занимайтесь чем угодно, а вот западное полушарие, оно наше. И мы никому не дадим здесь, соответственно, диктовать нам свои слова. Конечно же, эта доктрина никогда не работала. Европейцы вмешивались в дела Латинской Америки до тех пор, пока США были слабы. Ну а когда США укрепились, тогда они, соответственно, стали вмешиваться в дела восточного полушария и Европы, соответственно, и всего остального. В этот день, 2 декабря, был заключен Александропольский договор. Это договор, который завершил армяно-турецкую войну 1920 года. Вообще, про Александропольский мир мы еще поговорим, про мирный договор этот, потому что это интересно, но мы поговорим уже со специалистами с нового года. Мы планируем запустить цикл передач по истории Кавказа. Я думаю, что среди этих передач обязательно будет, соответственно, передача про этот договор. Дальше поехали. В 1942 году в Махэттенском проекте добились первой контролируемой цепной ядерной реакции. Вы считаете, что в этот момент был сделан гигантский шаг, скажу так, к созданию атомной бомбы. В 1956 году яхта Гранма, я думаю, что каждый, ну, по крайней мере, люди моего поколения это помнят, доставила к берегам Кубы, Че Гевару и Фиделя Кастин. И, наконец, в 1971 год, 6 Арабских Эмиратов объединились в Федеративное государство, которое мы сейчас знаем под названием Объединенные Арабские Эмираты. На этом все. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч!